Всем привет, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск, можно сказать музыкальный, но вступление обычное, поэтому я хочу поприветствовать новых спонсоров. Спасибо, друзья, что оформляете спонсорскую подписку, поддерживаете меня, мой канал таким образом. Это реально помогает и очень приятно. Также хотел бы сказать спасибо за донат. Спасибо, друзья! Ну а теперь переходим к теме ролика. Сегодня, друзья, я хочу вместе с вами послушать одну песню, которая наделала немало шума в интернете. И там даже люди в комментариях писали, что эта песня достойна Евровидения, и с ней-то мы точно победим. Вообще, тут в комментариях достаточно много шизы. Кто-то пишет, что после этого Ютуб точно запретят. Ну, опять же, кто-то пишет, что это хит Евровидения, я там много таких комментариев видел. Кто-то пишет, что не в бровь, а в глаз. Ну что ж, давайте посмотрим этот шедевр. Сразу хочу, друзья, вас предупредить, что после просмотра этого клипа у вас могут заболеть глаза. Потому что человек, который делал монтаж к этому клипу, по всей видимости, сидит на тяжелых наркотиках. Потому что я не знаю, как еще объяснить настолько вырвиглазный видеоряд. Так что, друзья, имейте в виду, аккуратней. Мы обещали, что построим сверхдержаву. Мы обещали, что построим мы вам рай. А что, у кого-то есть сомнения, что Россия это сверхдержава? По-моему, даже самые упоротые русофобы этого не отрицают. А по поводу рая, я просто вспоминаю, какой была Россия до прихода Путина, да? И какой она стала после его прихода. Так что рай не рай, но стало гораздо лучше. Я вот одного не могу понять. Сидит какой-то чувак в Голландии, вот этот певец. Записывает песни, в которых поливает дерьмом Россию. Приходит российская оппозиция и восторгается этим. Типа, с какого момента стало модным среди оппозиций презирать свою страну? Что-то я не припоминаю, когда Путин грозился империей. Вообще, это в духе так называемой либеральной тусовки. Сначала выдумываешь какой-нибудь тезис, а потом его опровергаешь. Ну а хомяки в восторге от этого. Если вы вдруг не знали, то мы в средневековье. А вот это, насколько я понимаю, голодающие люди, живущие в средневековье. Я, друзья, настолько русофобского высера, наверное, еще ни разу не слышал. Буквально каждая строчка этого дерьмища пропитана русофобией. Вообще-то, если уж на то пошло, у нас сейчас реально лучше, чем в Европе. И я это говорю без сарказма. Интересно, а так называемая либеральная тусовка понимает, что речь в песне и о них тоже? Да, у нас тут средневековье. А как там дела у вас в Нидерландах? О, старичок, так у вас оказывается там комендантский час? К слову, могу поздравить. Он у вас теперь начинается не с девяти вечера, а с десяти. Теперь-то, так сказать, почувствуете воздух свободы. Ну, а если вдруг что-то не понравится, у вас-то всегда можно об этом открыто заявить властям. Правда, велика вероятность, что домой ты вернешься покалеченным после таких заявлений. Или покусанным. Если кто не знает, у них там крайне жестко разгоняют протесты. А как там пел этот чувачелло? И его ничего не смущает, потому что он знает, для какой публики он поет, для какой публики он делает клипы. Просто посмотрите на это убожество. Типа русские сидят в раздолбанном туалете с портретом Путина, да? И еще и пишут «Байден дурак». Или это, ну вот что это такое, ты бы сразу нарисовал бы кучу говна, положил бы в холодильник и спел бы, что русские жрут говно. Ну, а почему бы и нет? Я думаю, так называемая либеральная тусовка была бы в невероятном восторге, если бы ты такое спел. Я не знаю, просто от начала и до конца это какой-то, опять же, русофобский высер. Кстати, Максим с канала «Диванные войска» записал очень крутую песню в ответ на это недоразумение, которое мы с вами только что слушали. Но перед тем, как мы посмотрим и послушаем его ответ, у нас же тут типа музыкальный выпуск. Пара слов непосредственно от Максима. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала «Лис» и все другие, кто смотрит данный ролик. Я просто хочу сказать пару слов о этой шедевральной работе. Имею в виду работу капитана Кенгуру «Добро пожаловать в Средневековье». Когда я посмотрел этот ролик, понял его смысл, а также посмотрел много других роликов, то лично мое мнение, которое я для себя принял, то, знаете, это никакая не оппозиция, это не те люди, которые хотят счастья нам, да, и здоровья. Это просто русофобский высер. Еще раз повторю, русофобский высер. Больше это никак не назову. Лично я сам отношусь с уважением к любой позиции человека, абсолютно к любой. То есть, если вот, например, ты против Путина, но там за Навального, да ради бога, но ты обоснуй, да, обоснуй почему, почему здесь плохо, там хорошо, какие у тебя есть идеи, мысли, предложения. Но как построено все здесь, на этом канале, на канале «Капитан Кенгуру», я как, не иначе, как днищем, да, днище, настоящее днище, больше у меня никаких слов нет. Всем спасибо, пока. Ну а теперь ответ этому днищу «Капитану Кенгуру». Добро пожаловать в Средневековье, мы вас тут всех умоем кровью. У нас дворец, а вам капец, и вы сосите наш единиц. Добро пожаловать в Средневековье. Добро пожаловать в Сучья Трудь. Ты что ли здесь, голос народа? Я слышу голос Иуды Искариота. Ой, кто ж это, патриоты, герой? Проспись, капитан, ты враг и избой. Мне сказали, там достойный соперник, косой обманул тут отстойник, цапли. Кто они, эти твои поклонники? Ты спел на кладбище и встали покойники. У нас дворец, а вам капец. Рифмоплет, может, пососешь наш леденец? Прости, пардон, за мой жаргон топорный, но для меня ты гордон. Стоп, маньяк, капитан, кенгуру, бомбарби, я кер-гуду. Капитан, кенгуру, бомбарби, я кер-гуду. Есть такая профессия, родину защищать, а еще продавать, предавать, презирать. Думаешь, твой высер унизит Путина? Гляньте, люди, еще один дом. Винни, ты же проживаешь давно в Голландии. Как ты там не голодаешь, приятель? Что ты сделал для России, горлан? Кроме того, что под себя сам насрал. Возвращайся, тебя не хватает. Ждем, как бодулая, как блудного попугая. Угомонись, не прокляти, ты вытри свой рот. Он весь в демократии. Капитан, кенгуру, бомбарби, я кер-гуду. Капитан, кенгуру, бомбарби, я кер-гуду. Мы обещали вам верховенство закона. Ты серьезно? Верховенство? Засмеялась даже дура. Ну что, патриот, пригорела задница? Да как же тебя так угораздило? Поиграем в игру? Большая разница. Я буду тебя разъебывать, а ты дразница. Капитан, капитанище, днище, настоящее днище. Да и еще скажи своим дизайнерам. Пусть выколят глаза себе. Капитан, кенгуру, бомбарби, я кер-гуду. Вот это круто, друзья. Не то, что бленье этого капитана кенгуру, а средневековой России. Обязательно заходите на канал Диванные войска, передавайте от меня привет, поддержите лайком Максима, подпиской. У него, к слову, много классных песен на актуальные политические темы. Обязательно ознакомьтесь. Ну, а у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Можете оформить спонсорскую подписку, если хотите. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok